Я вообще считаю, что режиссер – это зритель, потому что он, скажем так, смотрит на актёров и хочет понять, что они делают. Если их не слышно, если их не видно, непонятно, что они делают. Зрителю непонятно, он разворачивается и уходит. На этом спектакле тоже было пару человек, которые ушло. Я их понимаю. Это были пожилые люди, им было плохо слышно. И я с ними согласен, потому что в зале мы сегодня первый раз вообще находились. И актёры не были, скажем так, натренированы на этот объём, но это даже… Опять был зал полон, в общем, надо отметить. Это замечательно, что он был полон, но в этом ещё и есть проблема. Потому что одно дело, как звук распространяется, когда зал пустой, другое дело, как он заполнен наполовину, и совершенно третье, когда он полный. И это надо иметь опыт, чисто технические работы на сцене. У нас ещё, к сожалению, этого опыта мало. Он есть, но мало. И я потому всё время стараюсь, чтобы мои артисты как можно чаще выходили на зрителя, на публику. Только в такой работе актёры по-настоящему учатся находиться на сцене. Всё остальное, всё, что я могу говорить – это разогреваться соловьём. Но сцена, зритель – это тот экзамен, который по-настоящему проверяет, готов актёр к общению со зрителем или нет. Сегодня у нас была, так сказать, первая ласточка. Я, в общем-то, доволен, что мы вообще впервые собрали декорацию, одежду, свет, звук, слайды, перевод. Всё это было впервые. На уровне. Мы проверяли технику данного матнаса, как она работает. Просто за пять минут до открытия двери в зал, наконец, были исправлены титры. Потому что они были первоначально сделаны в нижней части экрана. Я сказал, ребята, вы же их закроете, надо поднять. И вот сидели два часа Оля и Андрей. И, так сказать, переформатировали так, чтобы оно было вверху. Перепрограммировали всё это дело. Там 600 слайдов. Куча технической работы. Почему вы говорите? Это просто тьма. А клип, который вы не видели в начале – это шестой вариант. И так, и так, и так делалось, выбиралось. В общем, это шестой вариант. И я не уверен, что это финальный. Но я ещё знаю, что режиссёр тоже занимался с самого утра технической работой. Устанавливал, Хаим Доллингер, все декорации. Нет, я не устанавливал. Я готовил место для установки декораций. Мало того, я устанавливал дополнительные четыре маленьких прожектора. Для того, чтобы сцена была хоть как-то освещена. К сожалению, тот свет, который у нас есть на сцене, он совершенно тусклый. Было достаточно сейчас. Но, к сожалению, те световые эффекты, которые я пытался зарядить, они не доделаны до конца. Там надо было ещё кое-что отсветить. Но первый раз для меня понятно, что там ещё надо делать. Ну, в общем-то, а вот эмоциональное воздействие вы чувствуете? Или действительно все… Я чувствую себя. И когда зрителям скучно, я это чувствую. Где-то только со средины спектакля… Это же два действия. Практически не очень сокращённый текст. Это спектакль двух действий полнометражный. Мы, так сказать, просто их объединили. Предполагаю, что если мы сделаем антракт, то потеряется накал. Совершенно верно. Это действительно. И там как раз перерыв, когда вот он оцелится, тогда мне придётся вас убить. Начало второго действия с этих слов, тогда мне придётся вас убить. Я подумал, что если делать перерыв, всё, потеряется весь, так сказать, подъём, всё. Со средины только первого действия девушки смогли, скажут так, взять в зал, взять в зал. Мой дед, мой отец, они воевали за Родину. Это всё они натащили. Понимаете? Это я обратила внимание. Даже её база, и то это связано с каким-то, ну, незаработанным, незаслуженным. Она ворована. Трофеи. Да, так сказать, поэтому о чём у неё речь? Люди ворованные, украли. И она вроде бы говорит, что она рада в какой-то мере, что она избавилась от этого, но всё равно круг занимается, замыкается. Да, не хочет человек поверить в такое. Тяжело в это поверить. Если жил нормально, продал картину, живёшь, и вдруг бац, ничего нет. Вот. То есть тут пьесик, конечно, Птушкина заложила много. Много пластов, да, да. Как раз я отметила это, потому что это тоже штрих времени. Об этом не говорили долго, что люди возмущаются. Об этом и сейчас не говорят. Говорят, сейчас говорят. Говорят о том, сколько эшелонов генералы завозили себе, сколько вагонов там было, всего. Ещё не говорят, знаете, о чём? О толком. О том, как группа советских войск в Германии возвращалась в Россию. Об этом ещё толком не говорят. Но сколько там было хорошо продано об этом. Ну, я думаю, когда-нибудь заговорят. Можно быть. Но вообще, так сказать, пьеса же не об этом. Но о том, это та база, на которой она жила. Да, она жила, да. И эта база изначально заложена в ней, так сказать, бесперспективная. Вот же в чём проблема. Она внучка того человека, который вытащил всё из Германии. В общем, наша современница. Ну, да. Ну, каждый, в общем-то, есть разные образы и в современности. Я думаю, на этом можно закончить. Ну, общечеловеческие, в общем-то, она, конечно, на первом плане, действительно, образы. Образы. Нет, это философские проблемы, честно говоря, над которым задумывается человек, прожив жизнь, допустим. Девочка совершенно какая-то такая, ну, самое, что казалось бы, примитивная. А как она воспринимает нормальную жизнь? Только думаешь, хорошо, обязательно вляпаешься. То есть она не делает каких-то философских выводов. Она просто из практики своей. Ну, а вот этот намёк на то, что Родина там, где она сможет заработать и прокормить себя. Там много намёков. Нет, ну, в этой пьесе, то есть, они вот, мы работали и делали, слушай, а это вот это, ты смотри как, а потом опа, а это вдруг, а это вдруг. То есть, по ходу работы вдруг открывались в новые пласты в самой пьесе, в тексте пьеси. А как вообще она идёт на сценах? Птушкина сказала, что почему-то её в основном ставят любительские театры. Причём где-то в Китае, в Швеции, там много ещё где-то. Но есть много вот таких штрихов, которые, в принципе, может быть на больших сценах, смотря где, конечно, то отражают, как мы на Мите сказали уже, две вещи, да? О трофеях, о том, где чувствуешь себя дома, или ты в клетке и так далее. То есть, есть много вещей, которые… Возможно, не будут восприниматься как бы… Эта пьеса вообще на большую сцену не может идти вообще, в принципе. Это на зал 100-150 мест, не больше. Потому что это, ну, относительно интимное. Смотрите, две женщины в одном каком-то кубике, неважно, как этот кубик называется, могут, так сказать, говорить друг с другом так, как говорят женщины, независимо от того, где они находятся. Та, так сказать, девушка ведётся так, как вела бы себе девушка одна, так сказать, никем не наблюдаемая, совершенно спокойно, а вторая, так сказать, разговаривает с ней, как баба с бабой. Вот. То есть… Да. Это такой какой-то мир очень замкнутый. Поэтому на большую сцену её нельзя… Но нокау страстей не позволяет воспринимать это как нечто камерное, спокойное и где-то даже… Нет, оно создаёт впечатление полноты жизни на сцену. Ну, смотрите кино. Есть кино, которое поставила Птушкина. Там никакого нокау страстей нет. Там всё очень приземлённое. Ну, слово «приземлённое» – нокау страстей – это разные вещи. Вот. Там, в кино, есть ещё спектакль, который поставила и играет дочка Попанова. Да, она играет вот эту вот Александрину. Ну, там всё другое. Там, так сказать, вообще напрочь всё другое. Ну, вообще, мы не очень, но всё-таки переделали это начало. Ну и здорово. Потому что то, как оно начиналось, меня не очень оставило. Здорово. Будет… После этого уже можно посмотреть. Ну-ка, смотрите, просто чтобы понять, в чём разница подхода. То, о чём мы сейчас говорили, там вообще не звучит.